Это не совсем манипуляция, это не совсем грязные способы. Мы все знаем, что если человек вам рассказал много о себе, о своих эмоциях, о своих переживаниях, он уже нам как бы открылся и он сам к нам приближается. Нужно обращать внимание совсем на неуспешных мужчин. Психологические уловки. Ну, об этом, конечно же, стоит спросить лучшего чуткого психолога в нашей стране. Меня, Федоровой, Екатерину. Потому что я не только психолог, но еще сексолог и секс-коуч. И психологические уловки, о которых многие даже не догадываются. Это не совсем манипуляция, это не совсем грязные способы. Пробуйте. Итак, поехали. Но для начала обязательно ознакомьтесь с уроком по психологии любви. Это база, которую должна знать любая женщина или мужчина. И скачать его можно совершенно бесплатно, пройдя по ссылке, которая находится внизу. Оставляете электронную почту, ставите галочку, что готовы получать от нас сообщения. Ну и наслаждайтесь содержанием. Первая психологическая уловка. Легкие прикосновения. Они не должны быть навязчивыми, но они, ой, как работают. Мы все знаем, что если ребенок хочет нас что-нибудь выпросить, он подойдет, обнимет, повиснет на шее, поцелует. И наше материнское сердце растает. Я вам хочу сказать, что с мужчинами этот прием тоже работает. Ну и, кстати, это можно использовать на переговорах. Не просто так мы жмем руку в начале, в конце, а иногда можем вот так вот касаться, когда хотим человека в чем-то убедить. Это действительно очень круто работает. Далее. Прием выбор без выбора. Как ни странно, тоже хорошо работает. Тогда, когда мы хотим убедить человека что-то сделать, мы можем это использовать. И хоть опытные мамашки это уже точно знают, но этот прием работает и со взрослым мужчиной, мы можем всегда сказать. Любимый, ты хочешь забрать ребенка из садика или сгонять за продуктами в глобус гурме? Ну, чаще всего мужчина выберет поход в садик за ребенком, что тоже в целом неплохо. Так же, как ни странно, бывает, что очень хорошо работает нейтральное поведение и легкая отстраненность. Как вы думаете, кого больше любят? Ну, конечно же, того, кто убегает из-за отношений и его сразу же начинают догонять. Поэтому, если мы показываем свою излишнюю заинтересованность в чем-то, мы проиграем. А тогда, когда нам нужно чуть-чуть отдалиться, мы всегда можем держать некоторую границу. Хотите разрушить стену? Начните делиться эмоциями и переживаниями. Мы все знаем, что если человек вам рассказал много о себе, о своих эмоциях, о своих переживаниях, он уже нам как бы открылся и он сам к нам приближается. Но большинство людей не готовы к такому шагу. А что, если вы сами первые начнете это делать и начнете делиться своими эмоциями и переживаниями? Конечно же, чаще всего в ответ другой человек тоже раскрывается. А это, собственно, именно то, что нам надо. Дальше мы помним, что очень важна так называемая открытая поза. Причем многие думают, что открытая поза это вот такие вот руки, ноги. Но ведь даже если мы стоим вот так, это не всегда закрытая поза. Но она говорит об уверенности в себе. Ведь многое говорит за вас ваш позвоночник, ваше внутреннее состояние. Не забывайте о том, что имя до сих пор считается очень и очень важным. И еще Дейл Карнеги на заре своего восхождения одним из правил здорового общения говорил о том, как важно упоминать чужое имя. А ведь мы очень часто не удосуживаемся даже выяснить, кого как зовут. И при общении редко используем это. А ведь это так важно. Научитесь выражать свое мнение. Ведь, как ни странно, человек, у которого нет своего мнения, нет своих видений по тому или иному вопросу, очень часто воспринимается как человек неважный. Поэтому так важно говорить о том, что вы думаете на ту или иную тему. Всегда сканируйте смех. Ведь если другой человек смеется во время смеха, он рефлекторно будет смотреть на того человека, который ему больше всего нравится. И здесь, если вы хотите заставить мужчину больше ревновать во время смеха, не всегда смотрите на него. Смотрите на другого мужчину. И вы увидите, что он захочет также взять инициативу в свои руки. Очень важно, чтобы, знакомясь с мужчиной, вы ни в коем случае не наседали на него со своими ожиданиями. А какие у нас обычно ожидания? Пойти в ЗАГС, чтобы он закрыл ваш кредит и все остальное. Нет, мы просто-напросто встречаемся. И иногда секс не обозначает начало того, что вы начали встречаться, а просто приятное времяпрепровождение. Ой, еще одна такая классная манипуляция – это сказать мужчине, я стесняюсь. Я стесняюсь слегка покраснеть, показать вот эту вот девочку. Ведь мы живем в том мире, где женщины стали слишком уверенными. Каждая вторая имеет свой собственный бизнес, хорошо зарабатывает, реализована со своей квартирой, машиной, дачей. И тут, собственно, мужчины. Я не говорю о том, что нам нужно обращать внимание совсем на неуспешных мужчин. Но все-таки это так мило, когда женщина стесняется. Мужчина начинает вести себя иначе. Он начинает более бережно относиться к этой девушке и становится, как правило, более разговорчивым. И еще одна психологическая уловка – дайте сказать собеседнику о своих желаниях. И ведите себя так, словно вы хотите ему это подарить или исполнить. Или помочь исполнить. Или сказать «Я магнит удачи». Я приношу деньги и успех каждому, кто находится рядом со мной. Как ни странно, это очень хорошо работает. Особенно, если эту фразу повторить несколько раз. Ну что, было полезно? Ставьте большой жирный лайк. Пишите в комментариях, какие еще психологические уловки вы знаете. Ну а еще больше полезного контента на моих бесплатных вебинарах. Подписывайтесь на рассылку и подписывайтесь, нажимая на колокольчик на мой канал. Узнаете еще больше полезного и интересного.